На связи с Борисом Скалов, сайт vizasam.ru Дайте в этом видео расскажу об аренде жилья Где выбрать отель, в какой части острова Плюсы и минусы в каждой части острова Ну давайте сразу скажу, если вы хотите, чтобы у вас всегда было море Не было приливов, отливов, чтобы до моря идти Допустим километр по водорослям, а на берегу были водоросли То выбирайте отель в Нунгвиле Кендви Именно по этому принципу Джамбо, джамбо Именно по этому принципу я бронировал отель, чтобы он был Либо в Нунгвиле, либо в Кендви Вот я сейчас гуляю, отель Палумба Бич Ой, Палумба Кендви, если хотите, можете там посмотреть подробнее видео Пляж Кендви более спокойный, чем в Нунгвиле Вот такие строят при отелях Кафе, лежаки и поменьше народу, чем на Нунгвиле Выбирайте в Нунгвиле Кендви Сразу скажу про другие пляжи, например, есть еще много разных пляжей Здесь Джамбо, Киевенгва Ну и остальные пляжи Там просто будут у вас отливы и приливы Например, вы можете с утра покупаться до моря И уже во второй половине дня вам доборете полтора километра по водорослям и песку Думаю, не каждому это нравится Поэтому я и выбрал от театра Реносра Из-за этого, например, отель одной и той же качественной Пять-четыре-пять звезд На этих пляжах они дешевле Всегда самые дешевые тура Занзибар начинаются обычно с этих пляжей Там на Чангане, Киевенгва Джамбиане, кстати, Джамбиане Такое тоже популярное место, там хотя бы не скучно Тоже популярный пляж, где есть тусовка Нунгви или Кендви Смотрите, вот я сейчас по Лумбе Кендви гуляю Смотрите видео про Нунгви, Кендви Я там рассказываю В Кендви более спокойно Мне вообще скучно очень Одна улица, где прогуляться и все Поэтому я часто гоняю на байки в Нунгви Вся самая движуха на острове Хотя это трудно назвать движухой Но ресторанчики, какие-то мероприятия Больше людей, например, гуляют Есть где прогуляться, несколько улочек Это Нунгви Ну вообще вот, в принципе, местных на пляже немного Это я вам они в одном месте показал Исключение В основном все чисто, спокойно Гуляют европейцы Нет грязи, нет попрошаек Много Такое есть Улица магазинчиков В Нунгви Ценность живет, поэтому всегда чуть-чуть подороже Это самый такой туристический центр Но шумом Вот, например, почему я брал с Кендву сначала Я думал, что Нунгви типа центра Там будет шумно Много туристов Шум, гамма Этого нету Поэтому, например, я бы сейчас выбрал именно Нунгви А не Кендву Так, как там повисели Ну, например, некоторые отмечают, что тут на пряже Чуть-чуть паляются водоросли Здесь водорослей нет Но в Кендву идти дольше до моря От лежаков В Нунгви ты выходишь с лежаков Прямо у тебя море Что еще хочется сказать по жилью Вот есть отель, например, все включено у нас Еда хорошая, нормальная Можно взять только завтраки Если, какие здесь цены на еду Если вы возьмете только завтраки Ну, чтобы покушать, например Можно найти второе блюдо Шесть-семь долларов Допустим, вы возьмете водичку У вас около десяти долларов будет выходить То есть на еду рассчитывайте Что даже при экономном раскладе Опять, экономный расклад Это значит, что посмотрите Пройдете пять кафе Выберите, где цена поменьше А не будете по местным магазинам ходить Вглубь деревни Или есть в местных локалках То цена выйдет 10 долларов Вот вы думаете, брать вам все включено Или не брать Я взял все включено Из-за того, что просто Не знаю, если честно Из-за того, что, ну, не знаю, честно Просто я бронировал другой отель С завтраками только В Нунгвионе подтвердил Еще один забронил Стоял на моменталке Все включено Я взял В принципе, не жалею Хотя редко беру все включено Так как еда Очень вкусная То есть я завтракаю Ужинаю всегда здесь Обед не всегда Редко даже Потому что не хочется каждый раз К отелю привязываться Поехал в Стоунтаун Не возвращаться же на обед На целый день Поехал на сафари на целый день Естественно, тоже обед пропустил Вот, что по самостоятельному Бронированию жилья Смотрите По сравнению с другими странами Например, я часто сравниваю Зензибар с Инди Потому что очень часто напоминает Вьетнам, Таиланд То есть многие, например, думают Подходит ли он для зимовки А здесь жилье дороже Для самостоятельного съема Объясню почему Мне место это много объясняли Я тоже сам не понимал Вроде жизнь как бы беднее А, например, жилья не найдешь Потому что они должны платить налог И этот налог очень часто проверяют Допустим, если у человека будет жить турист К нему могут приходить полицейские И сказать Тук-тук-тук Че такое? Ты не платишь налоги И поэтому здесь цены Вот на жилье На многие эти Туристический бизнес Здесь составляют 80% За эти в очереди То есть человек Кто-то мне говорил Около 9 долларов Должен платить за туриста Считайте месяц Он за вас только налог заплатит 270 долларов Поэтому здесь жилье Например, можно найти Где-то от 500 долларов За 150 долларов 200 Как в Индии Вы здесь жилье не найдете Сразу скажу Цена, которую я слышал Самая минимальная Которую нашел мой знакомый Ну, это буквально Ну, темненькая комнатка Там есть Душ О, кстати, обезьянка впереди побежала Душ То есть туалет Все необходимы Кровать, буквально стол 250 долларов Ну, это Блин, когда я говорю Такие цены другим Да как здесь можно За такие цены найти Средняя цена Начинается от 500 долларов Еще я слышал вариант Не в Нунгви А подальше Нашли за 350 Вот если вы такой человек Который может Искать Искать Мой первый знакомый Говорил, 7 дней Только по Нунгви Ходил Знакомился Во все дома Заходил Чуться не искал Вот так подполью Потому что Ну, видимо Ему сдавил Словно говоря Втихаря От полицейских Еще что-то Потому что налог По идее Такой За сколько он снял Квартиру Вот То можно найти Жилье Такое Но средняя Вот цена Которую я слышал Которую все От 500 долларов Из-за чего 270 налог Человек платит За вас Плюс коммунальные услуги Вода Там Электричество Вот он Оставляет себе 150 долларов Допустим Навара И поэтому Здесь жилье дороже Чем во Вьетнаме Здесь жилье дороже Чем в Таиланде Здесь жилье дороже Чем в Индии Кстати Вот я еще До вас Скажу про аренду Байка Например Байк Я снял За 15 долларов В сутки Я реально торговался Я искал Даже знакомые Скажут Что это хорошо Здесь это Нераспространено Снимать байки Тут байки Снять как машину Либо Вот реально Например Таксист Вез нас До Стоунтауна Ждал Вез Три часа Ждал Обрату 40 долларов То есть Выгоднее Если вы Не живете Здесь долго Просто Допустим Договариваться С таксистом Или Если вы Хотите Самостоятельно Путешествовать Брать машину Что я В принципе Особо Не рекомендую Потому что Здесь Освещения Вообще Нигде Нету На дорогах Освещения Нету То есть В темное время Суток Там Постоянно Ходят Даже Вот вроде Нету Домов Ходят Люди Вроде Вот Идут Буквально Деревья Идут Какие-то Проселочные Дороги Там Ходят Люди В темноте Есть Есть На велосипедах Очень много Кстати На байках Дети Ну Мне некомфортно Ездить Я вот езжу Из Нунгвей Только в Кенду На байке То сразу Скорость В ночное время 30-40 километров Не больше Чтобы аккуратненько Никого не зацепить Ну вот Всем пока С вами был Борис Соколов Я вам рассказал Об аренде Машин Байков Дома Надеюсь Вам было полезно Это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Пишите Если захотите Остаться на зимовку В Занзибаре Если вы здесь зимовали Снимали дом Или арендовали байк Может быть Вы дадите еще Какие-то полезные советы На которых я даже Не знаю Которые будут полезны Всем Тем Кто смотрит это видео Пока-пока До встречи В следующих видео Вот такой вот номер Я красотланный Душ Горячая вода Всегда есть Что очень радует Так как Допустим В Индии Бывают проблемы С этим А это Африка Проблем нет Допустим Если вам надо Для ребенка Отдельная кровать С детьми Хорошо ездить Вечером в Нунгвии Можно прогуляться Вот по таким Магазинчикам Также много Кафе Играет музыка Ну вот Если слышите Там играет Впереди меня музыка Ну вот Чем Нунгвии Отличается от Кендвии И чем мне Больше нравится Нунгвии Что есть Что делать Вечером Можно прогуляться Много ресторанчиков Каких-то баров Да просто Больше мест Где можно Пройтись Например В Кендвии Это одна улица И то уже Там Полдесятого Все заканчивается Можно сказать В девять часов Вечером И все И сиди в отеле Вечером